Виктор Томенко признался, цель показать, как в крае все хорошо, не преследовали. Да, достижения есть, небольшой, но ровный рост средней заработной платы, например, и многое другое, но проблемы никуда не исчезли. Некоторые без помощи федерального центра и вовсе не решить. Одна из актуальнейших – расширение Чуйского тракта. Из более чем 300 километров четырехполосными являются всего 52. И рост этой цифры идет слишком медленно, в то время как поток машин растет с каждым годом. До 43 тысяч автомобилей в сутки идет по дороге. И когда она в двухполосном исполнении, то это очень опасно, некомфортно. Я попросил Михаила Владимировича утвердить дорожную карту развития Чуйского тракта на период 2030 года. Чтобы мы понимали, что к 2030 году эта дорога в том проектном варианте, который сегодня уже сформирован, будет сделана. В общей сложности реконструкция может обойтись почти в 50 миллиардов рублей. Также Томенко попросил Мишустина помочь со строительством нового хирургического корпуса для онкодиспансера. На это нужно около 4 миллиардов. Необходимо создать и комплекс противопаводковых дамб в Краснощековском районе. Здесь цифры поменьше, около 500 миллионов. Благодаря дамбам удастся защитить от большой воды около полутора тысяч человек. Не терпит отлагательств и реконструкция взлетно-посадочной полосы Барнаульского аэропорта. Она сильно устарела. Точнее, речь идет о строительстве новой полосы. Стоимость работ около 10 миллиардов. Они уже запланированы после 2025 года. Но, уверен, губернатор, нужно начать раньше. Чтобы не получилось ситуации, когда у нас уже действующая полоса не принимает, а новая еще не построена, чтобы такого разрыва не было, я попросил рассмотреть вопрос о сдвижке сроков и проектирования новой полосы, и ее строительство сдвинуть, насколько это возможно, возможно даже на 2021 год. Пока известна реакция премьера лишь на модернизацию Чуйского тракта. Он поручил Кабинету министров рассмотреть возможность ускорить процесс. Кстати, из Барнаула в Горно-Алтайск Мишустин отправился именно по Чуйскому тракту. И перед отъездом пообещал Томенко оценить состояние трассы. Илья Кочетков, Андрей Печеркин. День с толком. Продолжение следует...